Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Я вот замечала, вот иду я в магазин, есть определенный магазин, в который я, например, хожу, и я, в принципе, беру одни и те же продукты. И вот у каждого из нас есть своя корзинка. Почему я так удивилась? У меня один момент был, помню, у меня муж уезжал надолго, и один брат, семья одна решила взять надо мной шестло, и они с женой привезли мне продукты, купили. И, в принципе, купили продукты все, которые мне нужны. Колбаса, масло, хлеб, молоко, там что-то еще. Но самое, что уникальное, это все продукты были не те, которые я покупаю. Не та колбаса, не то масло, не то молоко. То есть вот у нас у каждого выработан свой рацион, к которому мы привыкли, да, мы доверяем этому рациону. И вот уникально, когда я приняла решение, что я наконец-то все-таки надо мне что-то поменять в моей жизни, уже не питаться теми продуктами, которые я привыкла, надо что-то делать. И все, решение я приняла хорошо. Я возвращаюсь в магазин опять с теми же самыми продуктами. Я говорю, ну я же хотела, я же планировала, я же принимала решение. И вот так вот началась какая-то незримая такая война внутри меня. И я поняла, что чтобы поменять что-то в своей жизни, надо не просто решение, нужно начинать действовать в этом направлении. Как действовать? Я приняла решение так. Я села и написала список продуктов, которые мне надо купить в этом походе в магазин. И знаете, я пришла в знакомый магазин. На такое ощущение, что я была здесь первый раз. Мне пришлось двигаться не в том направлении. Я нервничала, психовала, потому что я ничего найти не могу. Все как-то не так, не на тех полках. То есть все, у меня ход движения в моей жизни изменился. В моих мозгах началась ломка. Мне пришлось полностью пересматривать вот здесь. И я всегда считала, потом со временем, конечно, мы вырабатываем мало-помалу эту новую привычку. Но чтобы совершить это первый раз, это реально подвиг. И даже второй, третий, это подвиг. Потому что это не просто, знаете, мы вырабатываем привычку. Я вот смотрю на своих детей, то есть у меня наглядное пособие, как мы приучали. Сегодня они не задумываются, надо зубы почистить или нет. Да, и каждый из нас. Но когда я их учила, это вообще до смешного доходило. Каждый вечер я ходила, как почистили зубы. И помню меня в Виге. Мам, ну я уже легла, можно я завтра два раза почищу? И знаете, вот эти, сегодня, ну и так же у нас у каждого выработана своя привычка определенно. Немножко расскажу веселые истории про своего мужа. Как вот все-таки сложно, насколько ум у нас не выдает новых решений. Жизнь другая. Семья может уже, да, ты женился, вышла замуж, там все вот это. Но привычка, заложенная когда-то, действует все время. Я уже вчера говорила, что я люблю двигать мебель. И постоянно в квартире что-то меняю. И вот у нас в одном месте стоял диванчик, у меня муж приходил, складывал вещи, кидал постоянно их на диван. Ну и как бы это нормально было, естественно, и особо я на это внимание не обращала, что это какая-то проблема. И тут я переставила, я поставила комодик на это место вместо дивана, фотографии расставила. И тут он заходит, раз, вещи, и такой на комод. А у меня так красиво все. Ну, я так и не поделала, думаю, странно, как-то это, ну, убрала их. Ну, ладно, потом проходит время, и я уже поставила туда стеллаж с книгами. Ну, все вот так вот, все полочки забиты. И я уже с одним стою, он заходит, раздевается, я стою, наблюдаю. И вот он с этой стопочкой вещей такой, раз, 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 нижнюю полку так вот запихал. Я говорю, ты вообще, ты что творишь-то? Так вообще, ты так смешно со стороны. Я не могла понять, я ему и говорила, и все, его постоянно на одном и том же месте, ему надо раздеваться. И потом, я помню, когда у нас был один энкаутер, мы там пасторы были, и мы проводили для них. И один пастор начал делиться своим опытом, и я прям откровение получила. И он рассказывает, что, говорит, мы когда, уже сейчас, говорит, живем в большой квартире, у нас, говорит, большая гардеробная. Я, говорит, притащил туда стул и раздеваюсь на этом стуле. Потому что у меня в детстве был стульчик, на котором я раздевался. У меня не было шифонера. Я прихожу домой, я говорю, так, подожди-ка. Я говорю, у тебя в детстве шифонер был или стул? Он говорит, стульчик у меня, говорит, у сестры, у каждого по стульке. И вот этот стульчик, он принес уже в свое будущее. И так сложно. То есть, ну, мужчинам мне вообще, кажется, очень сложно менять привычки. Вот у них эти вот коробочки, у них стульчик стоит, и все, и как бы пусть стоит. Но я думаю, что все-таки все равно, когда они принимают решение, они меняются. Это подвиг принять решение, положить все в шкаф. И знаете, я заметила, когда он начинает в шкаф все складывать, когда мы с ним поругались. И он с психу, типа он все помнит, и демонстративно складывает все в шкаф. И вот то же самое, если он пасту не закрывает, допустим, и вот душ в другую сторону кладет. Я всегда говорю, 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 бесполезно. Я, говорит, поставил утром правильно душ. И потом что-то зашел на несколько минут, и уже раз. Понимаете, вот он пока помнит, да, я ему сказала, он положил. Только автоматом пошел, и опять на другую сторону. Представляете, как насколько у нас автоматом срабатывает мозг, что мы не способны. И посмотрите, сколько трудов, в принципе, нам нужно приложить для того, чтобы поменять свои привычки. И вот питание. Я почему начала говорить о питании? Мы сегодня поговорим о питании нашего духовного человека, нашего сердца. Что мы кушаем? То есть продукты, понятно, да, мы сами принимаем решения. И, в принципе, то, что мы питаемся, это уже для нас либо благо, либо вред. И, ну, здесь каждый выбирает свое. Но если мы пришли к Богу и готовы, хотим поменять свою жизнь, это глупо делать то, что мы делали всегда. Это глупо то, что было выработано у нас годами, не поменять и ожидать от Бога, что вот так вот раз, он придет, и что-то в нашей жизни поменяется. Поэтому нам придется принимать определенные правильные решения, которые будут переходить в привычку и потом будут в образ жизни. И вот о питании своего сердца. Я понимаю, что жизнь, вообще жизнь циклична. Мы постоянно то мы наверху, то мы внизу. У нас не бывает, что все вот так вот одинаково ровно. Я недавно увидела, ну, не очень недавно, ну, как-то я вот плохо помню, но я помню, что такой как бы физический, наверное, опыт, ну, ролик маленький был, да, и там такая ровная полосочка, и вот такая вот идет полосочка. И пускают одновременно два шарика, по-моему, металлических. И вот который вот по этой, он пришел быстрее, чем тот, который шел по прямой. Удивительно, да? И вот, в принципе, наша жизнь, она вот такая. Мы то вверху, то мы внизу, но мы идем со скоростью, и нам придется проходить эти этапы жизни. Нам придется, ну, как бы согласиться с тем, что Бог так устроил жизнь. И вот когда мы наверху, когда у нас есть пик нашей жизни, то есть когда я переживаю Бога, когда мне классно, когда я получаю от Него откровения, когда я, ну, просто вдохновлена, я служу, меня прям просто... И кажется, что так будет всегда. Но это ложь. Так всегда не будет. Есть благоприятное время, когда мы напитываемся какими-то духовными вещами. И мудрость заключается в том, если мы откроем книгу «Бытие», 41 глава, наверное, 48 стих. Выведут, нет? Можно? 48 стих. Иосиф собирал весь урожай тех 7 лет, изобилие в Египте и складывал его в городах. В каждом городе он складывал урожай с окрестных полей. Собранного Иосифом зерна было, как песка в море. И он перестал вести ему счет, потому что сосчитать его было невозможно. И что там происходило? Он получил откровение, да, приснился сон фараону, что будет 7 лет изобилия, потом 7 лет голода. И вот пришла мудрость, да, Иосиф, какая, в чем заключалась, что во время, когда у тебя изобилие, надо что-то откладывать, надо что-то сохранять, чтобы когда пришел голод, у тебя было чем питаться. И по глупости по своей я помню, когда вот так вот ты на вершине, да, у тебя все хорошо, и потом случается какой-то вот этот момент, у меня была дикая паника. Я не понимала, где Бог, почему я ничего не переживаю. И самое интересное, что то, что я получала, какие откровения я получала, я их записывала. Но когда я пришла вниз на состояние вот этого низа, я открывала, какую ерунду я написала. Я тогда не знала Божьих каких-то духовных законов. Со временем я научилась, и я понимала, что в этот момент это время пустыни. Время пустыни, когда идет искушение от сатаны. Нам придется переживать какие-то вещи, где просто мы, знаете, как сказать, на памяти, может быть, даже сказать, будем двигаться. Не просто, что я переживаю Бога, что я верю, я просто знаю, знаю, что Бог сказал. Если мы вспомним, когда Иисус был в пустыне, Луки 4, глава 14 стих. Луки 4, глава 14 стих. Интересно, когда Духом Святым Иисус был введен в пустыню для искушения от сатаны. Это время, когда сатана подошел к нему, и он искушал его тремя искушениями. Тремя искушениями. И вот эти искушения... Нет, это уже на последнее, повыше. Когда он был введен... Вот три первых. Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделать со хлебом. Знаете, вот это первое искушение, которое сатана приходит к нам во время голода. Мы голодные в этот момент. Духовно голодные. И что говорит сатана? Он пытается, чтобы мы использовали Божью силу в своих интересах. Мы представляем Бога, как волшебную палочку. Что он может по нашему щелчку делать то или другое в нашей жизни. И мы пытаемся... Он говорит, если ты Сын Божий, повели и сделай что-то такое. Второе. Власть. Использовать власть не по назначению. Дам тебе власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне. Власть. В эти моменты мы думаем, что Божья сила и власть дается для того, чтобы мы господствовали. Это второе искушение во время голода. Нам хочется по-человечески вершить и творить дела. В отношениях с людьми. В отношениях друг с другом в служениях. Это второе искушение. И третье искушение было, когда он говорит, призови ангелов. Использовать ангелов не по назначению. То есть воля Бога была не для того, чтобы Иисус скинулся с храма. Воля Бога была в том, чтобы он вышел и пошел на крест. И вот иногда мы хотим использовать ангелов не в пути Божьем. Когда мы идем не Божьими путями. И поэтому я знаю точно, что в любой пустыне это время одиночества, время голода. Время, когда ты Бога не переживаешь. Что ты ешь? Иисус в это время, что он делал? Он говорил, написано. Написано. То есть для него, Слово Божие, был хлеб, которым он питался во время пустыни. И вот знаете, я для себя приняла такое решение. Когда у меня 7 лет изобилия. Ну пусть, конечно, там не 7 лет, там какой-то отрезочек. Я стала писать все откровения. Все обетования. Я их записывала, записывала. И самое, что для себя я вывела, я стала ставить число, роспись. И писала, это точно мне сказал Господь. Потому что когда наступало время голода, я могла не верить в это, то, что было когда-то сказано. Но я из-за вот этих тренировок, я заставляла себя, тренировала себя. Я не чувствовала так. Я даже не верила в это. Но я просто начинала говорить то, что я записала от Бога. И я тренировала себя. Это, знаете, время вот так вот, оно так и идет. Оно так и будет идти. Каждый раз, каждый раз, когда мы опускаемся вниз, сатана будет подступать к нам. Это время, когда, знаете, как лакмусовая бумажка. Что я буду делать во время пустыни, во время голода? Куда я буду смотреть во время голода? Если мы посмотрим историю Библии, да, многие люди, евреи, во время голода уходили в Египет. То есть уходили там, где был хлеб. Но это очень опасно, уходить туда. И идти там, где кормят тебя. Самое важное понять, что где бы я ни ходился, если со мной Господь, я выжил в этом месте. Самое важное, что я ем, о чем я говорю и что я слушаю в это время. Я не скажу, что все сразу у меня было победоносно и так все классно, я все это понимала. Вот есть местописание, сейчас давайте откроем. Это исход 23 глава с 29 стиха. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, пока ты не размножишься и не возьмешь во владение земли этой. Вот то, что говорит Господь. Никогда с нами не произойдет сразу все и навсегда. Бог говорит, мало-помалу, мало-помалу. Потому что пустота, это очень опасно. Пустота, если ничем она не наполнена, написано, если вес выйдет, потом он обратно вернется, если там пусто, то будет еще хуже. Поэтому Бог все распределил мудро. И каждая твоя пустыня, это новый этап твоей жизни и возрастания. И жизнь идет, знаете как, для меня я его визуально всегда представляю. То есть жизнь для меня идет вот так вот по кругу, по спирали, но она идет всегда вверх, вверх, вверх. И каждая новая ступень, мной пройденный экзамен, время пустыни. Я поднимаюсь, опять я поднимаюсь. Я наблюдала за людьми и вот видела так интересные такие моменты, когда люди горят, доживают до какого-то момента, раз, ушли. Они возвращаются, их любят, принимают, хлопают им, они опять герои, у них опять энергии много, и они бегут. Ты так удивляешься, думаешь, странно, вчера он был там, сегодня у него все хорошо здесь. Но он опять доходит до того же самого момента пустыни или вот этой вот ямы и опять уходит. И вот так опять возвращается и опять уходит. И мы должны понять, мы не пройдем, Бог нас не пропустит дальше, пока мы не сдадим тот экзамен. Именно тот экзамен. И вот после этого определенного экзамена у тебя пойдет опять спиралька вверх. И опять время благодатное, и опять ты способен собирать, складировать это все, напитывать себя, не знаю, там, молитвами. Настолько, знаете, когда плохо, когда случаются вот эти тяжелые времена. Я помню, я думаю, Господи, я просто помню, что мне было хорошо. Я просто помню, что Бог же со мной разговаривал. Я просто помню. Страшные это моменты, когда ты не знаешь, но когда ты готов, я надеюсь, что я вас предупредила, что всегда будут такие моменты. Потому что когда ты первый раз переживаешь, я покаялась во всем, что можно. Я думала, все, Бог покинул меня, никогда больше никогда не вернется. Но в данный момент ты как будто раз просыпаешься, и ты чувствуешь вкус жизни. И опять Бог с тобой разговаривает, опять что-то происходит. Ты думаешь, слава Богу, что я никуда не ушел и ничего не творил. Слава Богу, что я остался на этом месте. Слава Богу, что у меня хватило мудрости хоть как-то сначала прожить. Конечно, первые времена, честно вам скажу, я просто смотрела какие-то фильмы. Я просто при решении, я буду проживать как могу. Если я не умею как надо, по крайней мере, чтобы хотя бы не грешить совсем. И я начинала заменять какими-то другими моментами. Думаю, сделаю ремонт спокойно, в отпуск себе устраивала. Но потом, со временем, я поняла, что глупо тратить даже это время на просто какую-то пустоту. Это как раз время твоего подъема. И Иисус был введен Духом Святым вот в эти пустые места, пустынные места, когда нет движения Божьего, когда нет никаких откровений, когда Слово Божье, оно вообще тебя не трогает. Ты читаешь, а думаешь вообще абсолютно о других вещах. Самое главное, что ты сам себе говоришь. Что ты говоришь. Самый лучший проповедник себе – это ты сам. И я заметила в эти моменты, знаете, так рука тянется включить телевизор, включить, я не знаю, фоном, чтобы кто-то что-то там говорил. И я поняла, помню тогда, как трудно. Вот я понимаю, иди включи проповедь. Но почему так трудно? Почему во время пустыни так сложно слушать духовные вещи? И я сижу вот так вот и вообще ничего не включаю. Ни проповедь, ни фильм. И сижу и мучаюсь. И думаю, Господи, надо же вот так вот. Не то, не то. Это мой опыт, это мои ступени, которые я проходила. Конечно, со временем это поменялось. Конечно, я научилась каким-то определенным принципам. Но за последнее время я для себя приняла решение. Даже когда я не чувствую Бога, я не хочу себя кормить пустой пищей, которая не принесет мне ничего, которая не принесет мне никакой пользы. Поэтому для меня, вот у меня есть такая в телефоне, как закладочка, у меня есть просто молитвы про возглашение. Какие-то там просто молитвы про возглашение. И я в эти моменты не могу молиться, я не могу петь, я не могу поклоняться. Я просто открываю эти молитвы и начинаю их провозглашать. Там написано все, там не надо вспоминать, потому что в голову ничего не лезет. Ты просто читаешь. И то, что ты говоришь, все равно звучит в духовном мире. Все равно питает и кормит тебя. И ты это слышишь, это откладывается, даже если это не вызывает у тебя никаких эмоций, никаких ощущений. Даже если ты не чувствуешь, что это да и амэн, ты просто читаешь. Ты помнишь, что это Бог, это местописание определенное, это какие-то слова людей, которые служат, проповедуют, да, и молятся. И они дают. Поэтому я к чему говорю, запасайтесь. Всегда имейте про запас какие-то молитвы. Пусть даже это будет вырезка из каких-то проповедей. У меня есть, поделюсь с вами своим хлебом, у меня есть одна проповедь, которую я включаю в том случае, если я вообще не могу за себя молиться, если я лежу просто и умираю. И когда мне очень плохо, очень плохо. И я шепотом могу что-то говорить, но это не помогает. Это проповедь, он в целом Амадабуке, называется «Побеждая страхи и разочарования». И там вначале есть вот эта молитва, когда он говорит, я молюсь за тех, кто меня просто слышит, мой голос я разрушаю, связываю, искореняю, начинает просто ходатайствовать. И я понимаю, что его голос слышит духовный мир. Даже если я сегодня молчу, даже если сегодня я не способна говорить, и есть тот хлеб, который тебе принесут другие. И есть время, когда орел, знаете, даже эту, как они периодически должны менять свое оперение орлы. Это происходит в какие-то годы определенные. Это страшное время для них. Почему? Потому что они забиваются в скалы. Они вырывают сначала все свои перья, вырывают клювом когти, и потом разбивают клюв свой об скалы. И эта птица, грозная, сильная, способная прокормить себя в эти моменты, не способна питаться ничем. И в эти моменты есть другие орлы, которые приносят ей пищу. Это как раз люди со знаком плюс могут быть в твоей жизни. И они кормят этой едой в тяжелые моменты. И знаете, после того, как у нее вырастает опять новое оперение, новые когти, новый клюв, она может жить еще плюс 14 лет. И знаете, я хочу сказать, я не знаю, конечно, но я думаю, что у каждого орла есть выбор, производить эту работу над собой, либо не производить, потому что это больно. Это страшное время. Это время, когда ты поражен, такое ощущение, что ты поражен. Для людей, в глазах людей, ты можешь быть поражен в это время. И у каждой из нас есть такой же выбор. Пойдем мы на это. Сокрушиться осознанно. Это не просто эмоции. Это мой выбор. Я сокрушаюсь, чтобы все лишнее, все ненужное ушло. И чтобы я, в конце концов, поняла, кто я, когда мне плохо. Способна ли я в эти моменты питаться хлебом с неба? Или я пойду туда, где будут кормить меня другой едой? Поэтому так важно в нашей жизни понимать, чем мы себя питаем. Не только в хорошие моменты, но когда нам и плохо. Поэтому накопите себе, сделайте себе банк каких-то вот этих молитв или людей, которые способны в эти моменты ходатайствовать за тебя, кормить тебя, молиться за тебя. Когда мы не способны, это решение сильной птицы прожить еще какое-то время и стать сильнее. И когда у нас новое оперение, новые когти, новые клювы, мы способны прожить, мы способны совершить что-то еще. И Бог будет допускать такие времена в нашей жизни в любом случае, хотим мы это или не хотим. Просто выбор стоит за нами. Что мы едим? Какая пища в это время нас кормит? И еще один момент, который я бы хотела затронуть о еде. Я не знаю, говорили, нет, но я для себя этот пример взяла. Даже Евгения проповедовала об этих вещах, но она любит изучать про питание все, и про воду, и про питание. Я не такой человек. Я просто взяла вот это вот. Ну, с питанием. Все, что с питанием, мне не особо почему-то интересно. Я как-то не, ну, могу есть, могу не есть. Ну, как-то научилась в этих моментах уже не паниковать. Но знаете, я знаю такой принцип, что есть все-таки. Я, знаете, когда начала едой интересоваться, именно через духовные вещи начала интересоваться. из-за духовных вещей я начала интересоваться физической пищей. И вот есть такая, есть такие белки и углеводы. Белки и углеводы. Знаете, я очень долгое время могла жить на сладком. Даже когда я пришла в церковь, знаете, я помню, у нас какие-то мероприятия, банкеты. Мне не надо вот сама еда, главное, чтобы тортик после всего был. Если бы сладкого нет, Какой там суп? Зачем нет все это? Я могу не есть суп, только тортик дайте мне. И я выйду. И вот у меня, знаете, я очень сильно любила всегда сладкий. Я могла просто не есть суп, а есть только сладкий. И вот долгое время я питалась только сладким. Ну и потом, видать, я питалась, в конце концов, этим сладким. Что сегодня я, ну, может быть, Бог исцелил какие-то мои раны, потому что в моем детстве шоколадных конфет не было. Даже если покупали, мама их прятала, и ты все равно находил их там в белье постельном, доставал, и тебе казалось, что это мешок бесконечный, она достает потом, и там одна конфетка лежит, а ты все время руку туда. И причем чутье всегда срабатывало, ты находил всегда эти конфеты. И вот, знаете, мне казалось, что я вырасту, я так наемся этих конфет. Вот, видать, я выросла, и вот момент был напитаться, напитаться, и сегодня у меня все равно есть конфеты, нету конфеты. А было время, вы не представляете, я покупала и прятала их. У меня были везде, в сумочке, в шкафчиках, в ящичках, в баночках, и у меня все ходили дома по струнке. Мои конфеты никто не змейте трогать. Вот ваши, я вам купила кулек, к моим не прикасайтесь. А знаете почему? Если я приду вечером, и у меня плохое настроение, не дай бог, конфеты не будет. Смотрите, какая несвобода от конфет. И казалось бы, ну, не пить, не курить, зато конфеты. Все равно приносили страшные времена, помню. Все боялись съесть мой сырок там в морозилке. Это же все. Господи, спасибо тебе, что ты меня исцелил от этих вещей. Ну, о чем речь? Я наелась этих конфет, сладости, все. И вот потом я услышала, что есть, как говорится, белковая пища, которая считается основной. Что конфеты, они насыщают тебя, но ты тут же можешь опять терпеть голод через какое-то время. И так же тебе легко и отпускает потом. И это не та пища, которая тебе дает там энергию двигаться, жить, как бы, да, она дает, а может, для мозгов что-то. Может, я поэтому умная такая. А есть белок, который надо потреблять организму, это основная пища. И вот, когда я поем хорошо, это я потом с годами поняла, можно и конфетку съесть после всего. И вот, знаете, я это проецировала, да, на духовные вещи. Я думаю, каждая из нас, из женщин, мы прошли, или кто-то проходит, или еще будет проходить, мы ненасытные, в духе, я имею душа, эмоции, мы ненасытимые. Тем более, если мы больные и израненные, мы тем более ненасытимые. И мы всегда думаем, что кто-то должен прийти напитать нашу жизнь, накормить нас, дать нам свои эмоции. Я думаю, я не одна так, а думаю, что я выйду замуж, и муж будет просто любить меня, давать мне гулять со мной, все будет для меня только. И вот, знаете, вот эти моменты, он будет со мной разговаривать, мы будем фильмы вместе смотреть, и все у нас будет, как мне казалось. И вот, знаете, я вышла замуж, это, это, знаете, я никогда не думала, что есть такие люди. Я реально думала, что как-то, он просто молчит. он со мной не разговаривает вообще. И главное, когда спрашиваю, что он делал, он тоже молчит. И вот, знаете, в эти моменты, слава Богу за Бога, за откровения, которые он мне давал, и вот за то, что он мне сказал, что я должна слушаться его. у меня, у меня, конечно, был стресс и паника, он вообще не кормил меня ничем, что я мечтала получить. Я не физически, да, вот об этих вещах. И я взмолилась, и знаете, я верю, сегодня я прям знаю уже, я это познала. В любой твоей, в твоей немощи, Бог силен. Я, конечно, могла найти собеседника, любая женщина может найти альтернативу, но я была за мужем, и я не имела права питаться из чужих источников. И я сказала, я не пойду туда, помоги мне, Господь. И знаете, со мной заговорил Дух Святой. Он заговорил со мной очень много и надолго. Я исписывала кучу тетрадей, стихами, песнями, какими-то откровениями, и у меня просто залежи. Я настолько пережила то, что оказывается, я могу в своей какой-то проблеме от Бога получить покров и напитаться этим. И знаете, я, когда я им напиталась, я на мужа уже не смотрела и не ожидала. Я могла его обидеться, ненавидеть, ругаться, возмущаться, но вот именно то, что Бог напитал меня, это и было той белковой пищей, благодаря которой я способна была жить. И если я съем конфетку в лице мужа после этого, то, что я напиталась, моя бездна была закрыта, потому что Бог тоже бездна. И моя бездна призывает бездну, да, и сегодня Он напитывает мою бездну. Я способна адекватно смотреть и воспринимать на своего мужа, на своих друзей, на тех, кто меня окружает. Я, в принципе, не нуждаюсь, у меня нет вот этой вот жажды. Потому что когда жажда, мы бегаем и мы хотим получить, от нас убегают. И я помню, еще одно откровение я увидела, когда я пыталась, ну, как бы погрузиться в людей и служить людям, людям. Люди стали уходить от меня. Я только начала искать Бога, люди вокруг меня появились. Знаете, вот как будто Бог на каждом шагу Он учил. И я поняла, что главное мне найти основную мою белковую пищу, которой я буду питаться. И все остальное будет прилагаться. В Библии написано, ищите царство все, да, первое, и все царство и правды Его. У меня есть своя правда. У моего мужа своя правда. У каждого из нас своя. Но нам нужно найти Его правду. Если я найду Его правду, моя жизнь изменится. Я не приду со своей правдой, со своей истерикой, со своей проблемой и скажу, вот так должно быть. Нет, должно быть так, как Бог сказал. И если я в это поверю и буду двигаться в этом направлении, все встанет на свои места. Поэтому не думай, что у тебя твой ближний, слава Богу, за таких мужей, которые действительно есть такие, которые могут ходить с тобой по магазинам, смотреть с тобой фильмы, я не знаю, там, беседовать вечерами. Мы прожив 18 лет только-только, начали разговаривать. Но знаете, я, и то знаете, почему он стал со мной разговаривать? Потому что он стал замечать, что я просто не стала в нем нуждаться. И тогда ему становится интересно, почему? Но когда ты наполнен Богом, ты становишься хорошим собеседником, интересным. Ты наполнен. мы ничем по-человечески друг друга не удивим. По сути, мы ничего не способны дать друг другу. И все, что нужно этому миру, Бог, который будет в тебе и во мне. И вот мы здесь все собираемся для того, чтобы напитать себя именно Богом. И потом пойти и кормить этот мир. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Аминь. Продолжение следует...